нихау леди джентльмены рад приветствовать вас на канале topchino.ru у меня сейчас кадре очень много надписей hammer но это конечно же не знаменитый американский джип это джамп стартеры для авто и сразу три штуки h1 h2 h3 такие же как и хаммеры h1 самый большой h3 самый маленький сейчас мы сделаем unboxing каждого из них посмотрим что идет комплектации к этим премиум пауэрбанком джамп стартером для авто то есть это премиальная штука ссылки на все три вот эти днице вы можете найти в описании если вы смотрите ролик на youtube ссылка ведет на наш сайт и там есть подробности о каждой из этих моделей также стоимости минимальной партии ведь эти джамп стартеры хаммер можно купить оптом напрямую из китая поехали и начнем и кстати не с версии h1 а с хаммера h3 это самая дешевая штука самый недорогой джамп стартер из линейки его отличительные особенности сразу мы видим на очень крутой премиальной ритейл упаковки что здесь видно то что он может запускать двигатели до 3 с половиной литра бензина до 2 литров дизель это самая недорогая штука здесь меньше всего емкость миллиампер часов и меньше сила тока сейчас подробные характеристики мы посмотрим powerbank здесь на 6000 миллиампер часов немного но машину запустит и наверное важно будет сказать что так как это дорогая вещь я имею ввиду из линейки других джамп стартеров она прослужит долго очень часто дешевые китайские гаджеты такого рода сгорают после одного трех раз когда вы запускаете двигатель зимой холодной и он перестает работать то есть не каждый джамп стартер прослужит один сезон а этот скорее всего будет служить очень долго джамп стартер powerbank и лайт лайт да здесь есть фонарик распаковка внутри в этой крутой ритейл упаковки сразу же нас встречает сам джамп стартер к нему попозже и зерга это инструкция на h3 здесь все подробно изложено на китайском и английском языках все красиво показано как нужно подключать принципе инструкция полезная если перевести еще на русский вообще можно отлично продавать а внутри вот такая вот коробочка не маленькая и нелегкая в ней находятся следующие компоненты здесь маленьком пакете зарядка от прикуривателя очень неплохо если у вас нет то пригодится такая вот штука но неймовская но нужная вещь машине согласитесь запасная запасной источник питания далее вот такие вот крокодилы навороченные здесь видимо из какая-то буст защита от того чтобы неправильно накинете клеймы не знаю вот эти вот крокодильчики то есть штука видно что наворочена не из дешевых даже по толщине кабеля можно посмотреть а вещь незаменимая для джамп стартера и всего лишь одна единственные один единственный проводок это а micro usb он может послужить для зарядки телефона с таким вот разъемом а micro usb например самсунге какие-нибудь но прежде всего конечно для зарядки самого джамп стартера причем за счет того что в комплектации идет азову это можно сделать прямо автомобиле не обязательно его домой носить можно чтобы он всегда находился в авто но теперь к самому устройству like nothing else как ничто другое хаммер h3 самый маленький это пластиковый корпус причем он увесистый как для пару банка на 6000 миллиампер часов ведь это немало потому что помимо пауэрбанка он напичкан такими специальными контролерами питания которые могут выдавать от 150 до 300 ампер пиковая сила тока благодаря которой и запускается двигатель это не просто powerbank но еще взглянем на разъемы что здесь есть еще здесь есть за заглушкой вот такая заглушка непростая вот такой вот вход он надежный этот вход сюда именно подключаются крокодилы и закрывается чтобы пыль влага не попадала так как сила тока токи большие нужно что все было защищено также здесь есть посередине фонарик а юсб выход кстати до 2 ампер он выдает очень быстро можно зарядить телефон или планшет и последнее это micro usb для зарядки уже самого пауэрбанка то есть здесь заряд осуществляется этого гаджета через micro usb самый обычный на правой панельки есть одна единственная кнопочка включения а вот тут у нас заряжен примерно процентов на 80 ну и больше ничего по бокам нет в целом по сборке все отлично очень качественный пластик приятно лежит он в руке никаких вопросов к исполнению потому что стоит недешево эта штука но в несколько раз может быть дороже аналогичных с такой же емкостью по батарее но других китайских но не им повар банков джамперов этот но здесь на высоте и ритейл и внешний вид и конечно же характеристики а ну и для того чтобы включить фонарик нужно подержать кнопочку здесь кстати очень хороший диодик стоит китайцы говорят что это кри какой-то диод но в общем долговечный яркий а в камеру наверное не видит не видно но светит он прям в глаза лучше не направлять полноценно заменяет фонарик причем если два раза классных есть режим мерцания и можно выключить его именно вот этот powerbank закрывает максимальный широкий спектр потребностей а если посмотреть статистику какие автомобили покупают у нас странах то конечно малолитражки больше всего пользуются спросом и вот такой вот powerbank небольшой закрывает самый широкий спектр именно таких авто и он стоит дешевле всего это h3 а теперь в кадр попадает h2 помещается ли он в кадр сейчас все посмотрим вот такой вот ритейл в том же дизайне у h2 опять же может запускать бензин до 6 литров и дизель до 4 литров почти перекрывает вообще любые машины которые есть это очень крутая штука весит побольше здесь емкость батареи намного выше 12000 миллиампер часов в два раза больше чем в h3 и уже интересно h1 посмотреть но пока все таки давайте на втором остановимся посмотрим какую силу ток он может выдавать сюжете классный ритейл такой у них а вот тут у нас вся информация о том как его использовать сразу видно что здесь уже два юсб входа можно два устройства одновременно заряжать и пиковая сила тока может достигать до 600 ампер 300 600 аж 300 600 и полноценный вообще мульти крутой источник питания для любого гаджета ноутбуки от него тоже можно заряжать кстати диск голограммка есть фирменная говорит о том что это оригинал like nothing else внутри внутри в коробочке ухты нас ожидает вот такой вот фирменный чехол то есть здесь уже все укомплектовано вот в такую вот штуку здесь и змейка конечно же в напоминает мета боксов каких-то экшен камер не только защищает то что внутри лежит но и позволяет не потерять ничего открываем у нас тут два отсека в первом сразу же такие же крокодильчики фирменные с надписью hammer то есть здесь не будем заострять внимание все то же самое далее идет конечно же инструкция пользования hammer h2 мультифлекс мультифункциональный powerbank можно заряжать все что угодно тут картинок столько что и можно зарядить что им только нельзя зарядить скажем так инструкция обязательно читайте и здесь мы видим что комплектация поболее такая тут у нас три кабеля первый это кабель от прикуривателя но он здесь напрямую без не такой как был в 4 здесь можно напрямую устройство подключить через дисси кабели заряжать уже сам powerbank далее в комплектации есть такая вот штука ее можно подключить к хаммеру и уже заряжать от этого устройства те гаджеты которые у вас работают от прикуривателя что это может быть например какой-нибудь регистратор или массаж сиденья или какой-нибудь стакан который нагревает или охлаждает напиток в автомобиль тоже таки часто покупают только в этом случае может работать powerbank а не знаю нужно ли это но она есть кабель micro usb такой же как и был до этого ничего нового здесь отдельно есть вот такая вот штукенция который позволит уже от блока питания на наши розетки заряжать этот powerbank дома все-таки 12000 миллиампер часов требуется несколько часов чтобы его зарядить и такая штука пригодится чтобы дома валялась и вы могли на ночь оставлять зарядник на розетке и самое главное хаммер h2 поподробнее посмотрим что он из себя представляет и так лицевая панель видно что до 600 ампер 12 вольт 1200 миллиампер часов и у нас кнопочки очень интересно выполнены они здесь немножко торчат я думаю что можно подержать об почти полный 75 процентов и отдельно кнопочка вынесена для фонарика то есть так намного проще конечно на одном торце у нас сверху есть выход и вход этот вход служит для того чтобы можно было заряжать устройство само вот этот powerbank а выход нужен как раз вот например для где у нас был прикуриватель это 10 выход классический многие устройства от него работают и мы можем уже сюда что-то вставить она будет заряжаться или что-нибудь другое классический выход питания другой стороны есть код идентификационный его здесь у нас основной функционал по выходам ну и внутрянка очень все выполнено стиле хаммер я думаю вы видите как все стильно симпатичный общен ну классно в руке смотрится не зря и телефоны в таком дизайне пользуются популярностью что касается основного выхода а здесь у нас два микро юсби на 1 ампер например зарядить умные часы что-нибудь попроще с более маленькой батарейкой на 2 2.1 ампера заряжает уже айфончики планшеты далее здесь как мы видели в первой версии точнее в 3 это вторая вот здесь вот отверстия куда вставляется у нас непосредственно крокодилы причем не перепутать можно ставить только одним способом защита от дурака как я называют штука нужная ну и фонарик уже сложно назвать этот фонарик фонариком назову-ка я его просто фонарь светит поярче вот вот и вот это уже светит даже в камеру не знаю можно ли направлять вот это уже светит так светит мерцает мерцает медленнее о это сигнал сос я могу сигнал сос подать помощью хаммера как там 3 коротких 3 длинных 3 коротких или наоборот 3 коротких еще 3 коротких 3 длинных 3 коротких ну вы поняли и выключаем то есть как и в хаммерах вот эта версия уже побольше помощнее по наворочении здесь больше функционала больше может устроить заряжать за раз но и стоит конечно дороже это хаммер h2 покрывает вообще все до 6 литров может заре запускать двигатель бензинового автомобиля поэтому новый ассортименте если вы занимаетесь такого рода устройствами обязательно брать конечно все и барабанная дробь h1 как и хаммер самый первый самый нашумевший самый популярный так наверное powerbank сейчас мы на него взглянем вот он вот он h1 самый самый первый самый самый массивный 7 литров неважно это дизель или бензин может быть это конечно уже промоушен но это самый мощный а сила тока до 800 ампер пиковая 15000 миллиампер часов емкость аккумулятора принципе видно по картинке что он очень напоминает нам h2 но это h1 огонь уже хочется распаковать посмотреть что-то внутри кожи классный ритейл у них так инструкция h1 может делать все инструкция повторюсь китайский английский язык такая же коробочка hammer like nothing else то же самое уже не терпится ее раскрыть и взглянуть наконец-то что же там нас ждет вот он кстати пока тоже самое почти посмотрим что у нас скрывается так крокодильчики те же самые даже не будем распаковывать принципе это мы уже видели такой же набор как в h2 что касается всяких кабелей и давайте все-таки к самому устройству перейдем посмотрим чем она отличается от h2 внешне на первый взгляд то же самое китайцы используют такие же корпуса в принципе плюс-минус что и в h2 h1 отличается надписью что здесь 15000 миллиампер часов 12 вольт и 800 ампер пиковая сила тока включаем его кстати тоже почти полностью заряжены с коробки это хорошие новости тут такие же вход и выход для питания дисси надписи крутой дизайн немножко цвета отличаются и в принципе с этой стороны все то же самое такой же фонарик используется то есть а если сравнивать уже h1 h2 ну да они по габаритам идентичны единственное что конечно h1 даже вот сейчас в руках держу ощутимее тяжелее чем h2 совсем ну как бы можно ощутить разница есть 3000 миллиампер часов все-таки добавили видимо здесь и с платами что-то сделали прям вес отличается это заметно то есть главная фишка вот этого h1 это самый-самый навороченный самая крутая начинка что касается контролеров питания и самой батареи если хотите максимум если у вас действительно hammer то вы купите именно такой стартер потому что есть вероятность если вдруг hammer заглохнет и сядет аккумулятор и нужно будет его откуда-то прикурить то вот можно такой взять hammer h1 попросил я добыть весы так взвесим сначала давайте взвесим сначала самый первый который у нас h3 самый маленький 213 грамм удовольствия всего лишь 213 грамм конечно с упаковкой значительно больше будет а теперь пустим вход на 12000 миллиампер часов 430 но в принципе дал два раза больше батареи в два раза больше вес и последний h1 здесь как будто 518 все закономерно то есть китайцы не обманули скорее всего здесь все правильно в плане веса и соответствия реальной емкости а это были джамперы который называется hammer h1 и h2 и h4 полный ассортимент вы можете купить оптом с помощью компании top china op ссылка на эти штуковины есть в описании ролика если вы смотрите его на ютюбе она ведет на наш сайт и там вы сможете увидеть минимальную партию к заказу кстати в минимальную партию можно включить разного вида взять например 30 таких 10 таких 10 таких пожалуйста как хотите в любой пропорции это выпускать все одна и та же фабрика в китае и конечно же можно купить оптом повторюсь с помощью компании top china opt а я благодарю вас за просмотр видео не забывайте подписаться на канал включить колокольчик ведь именно колокольчик он когда вы на youtube заходите у вас так справа вверху говорит она плюс один ролик появился от top china opt возможно именно этот ролик покажет вам какой-то товар которому всю жизнь мечтали заниматься вы захотите его купить оптом из китая немножко я вас сейчас зомбирую ну да ладно те кто с нами давно работают знает что товары оптом из китая можно купить и покупают эти люди с помощью компании top china opt благодарю вас за просмотр и удачи вам в бизнесе hammer 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 знаете чего не хватает вот в этом powerbank не будешь такой mc hammer включаешь кнопочка там ту-ду-ду-ду ту-ду-ду кентач ты Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Кандаши. Эй!